Чего боятся осы? Далеко не каждому человеку соседство с осами придется по душе. Гнезда этих жужжащих насекомых могут быть как в жилом доме, так и в хозяйственной постройке. Также в качестве места для сооружения своего жилища осы зачастую выбирают крыши балконов и беседок, могут жить на лоджии или в шкафу. Борьба с этими созданиями занятия не из простых, так как темперамент ос отличается злопамятностью, они могут напасть на человека и оставить укусы на теле. Стоит заметить, что укусы этих насекомых могут вызывать сильную аллергическую реакцию, устранить которую можно только с помощью незамедлительного обращения к доктору. Людям, которые обнаружили у себя дома осиное гнездо, следует обязательно ознакомиться с тем, что они любят осы, а также с методами, которые не вызовут у насекомых агрессию, но помогут избавиться от них раз и навсегда. Оса, чего боятся осы? Методы воздействия на насекомых. Такое насекомое, как оса, может причинять вред не только людям, но и плодам, которые растут на их приусадебных участках, чем вызывают существенную потерю урожая. Многие задаются вопросом, как же избавиться от такого неприятного и нежелательного соседа. Сразу же стоит сказать, что осы отличаются чувствительностью к различным запахам, с помощью которых можно как отпугнуть, так и привлечь насекомое, даже если оно находится на отдаленной территории. Именно по этой причине крайне не рекомендуется в местах, где есть опасность столкнуться с осами, прогуливаться в яркой одежде и использовать парфюм. Утолять жажду сладкой газировкой и лакомиться фруктами также крайне нежелательно. Места, где прежде обитали осы, необходимо уничтожать, не оставляя абсолютно никаких следов. Если останется хотя бы малая часть осиного гнезда, насекомые вернутся и снова поселятся на прежнем месте. Обратите внимание, убийство ос по одной не принесет никакой пользы, поэтому главная задача это обнаружить и полностью уничтожить гнездо. Выходом из этой ситуации может послужить обращение в службу по борьбе с насекомыми. Если же такой возможности нет, нужно действовать своими силами. Что отпугивает ос на улице? Некоторые люди считают, что на ос негативно действует жидкий дым, и в действительности это так и есть. Но стоит знать, что жидкий дым может вызывать у насекомых агрессивную реакцию, из-за чего они могут довольно сильно покусать человека. Ликвидировать осиное гнездо летом – это не самый лучший вариант. Эффективнее всего проводить эту процедуру в первой половине весны, когда количество особей в гнезде еще не такое высокое или же с наступлением зимы. После того, как гнездо было успешно снято, его обязательно нужно закопать или сжечь. Место, где осиный домик был прикреплен, следует зачистить и обработать с помощью раствора марганца или хлоргексидина. Для того, чтобы осы не вернулись на свое прежнее место жительства, рекомендуется использовать некоторые опугивающие ароматы, а именно мыло рядом с гнездом необходимо повесить кусочек дегтярного или хозяйственного мыла, которое будет доставлять осам дискомфорт. И желание покинуть свое жилище – важно. Использовать инсектицидное средство летом лучше всего в ночное время суток, чтобы снизить риск возможной атаки испуганных ос на человека. Процедуру обязательно проводить в лодном защитном костю и очках, плотно прилегающих к лицу, респираторе и перчатках. Определенные пахучие растения не лишним станет высаживание полыни, базилика, мяты и гераний, аромат которых насекомые очень не любят. Аэрозоли с ядохимикатами, с помощью которых можно одним махом уничтожить целое осиное гнездо, а выжившие оса назад уже не вернутся. Семенами лисы и мяты можно сажать во всей территории приусадебного участка, а также пользоваться концентрированными отварами из данных растений. Таким средством нужно смазывать кожу перед тем, как отправляться на загородную прогулку или в огород. Но стоит помнить, что процедуру нужно проделывать регулярно, потому что выветривание мятного аромата происходит быстро. Что отпугивает оз на улице? Что делать, если обнаружено осиное гнездо? На заметку, если в корне плодового дерева на грядке или в сарае было обнаружено осиное гнездо, от него можно избавиться при помощи дыма. Эффективность данного метода можно значительно увеличить, если поджигать определенные компоненты. При поджигании резины выделение неприятного запаха будет длиться на протяжении длительного времени. Всего за одну ночь можно навсегда избавиться от осиной семьи. Но для того, чтобы закрепить результат, рекомендуется повторно провести процедуру на следующий день. По всей территории двора, огорода и сада с помощью сосновых дров нужно разложить костры. Для людей сосновый аромат является нейтральным, а вот насекомые его не переносят. Можно совершенно спокойно продолжать выполнять садовые работы, пока растер будет выкуривать вредители из гнезда. Для отпугивания ос от столов, находящихся в беседках или во время пикника на природе, необходимо поджечь еловые, сосновые побеги или веточки полыни. Также отпугивать ос можно, используя специальную спираль, раптор, москитол или чистый дом при горении, который происходит в выделении инсектицидного вещества. Спираль полностью сгорает за пару часов, обеспечивая защиту на расстоянии около 5 метров и выкуривая паразитов из их домика. Обратите внимание, иногда осы могут поселиться поблизости бассейнов и искусственно созданных прудов на участке. Для того, чтобы избавиться от них, необходимо также использовать инсектициды и репелленты, а также заливать гнезда горячей водой. Как отпугнуть ос от стола? Борьба народными средствами. Ос привлекают кислые и сладкие запахи. Насекомые могут слетаться к столу, где лежат свежие фрукты и ягоды, мед, варенье или лимонад. В жилое помещение паразиты попадают через открытые окна и двери. Бороться с осами рекомендуют с помощью рецептов народных средств. Используя различные отвары, следует протирать рамы и подоконники, а также оставлять небольшие кусочки ваты, предварительно пропитав их в отваре. Как отпугнуть ос от стола? С помощью столового уксуса можно отогнать ос, протерев им оконные рамы. Необходимо взять одну чайную ложку уксуса и разбавить его в стакане холодной воды. Для того, чтобы добиться насыщенного аромата, вату необходимо пропитать в концентрированном уксусе или налить средство в блюдце. Навсегда избавиться и прогнать осиное гнездо можно с помощью эфирных масел. Средство нужно наносить с точечным методом на оконные рамы или оставлять в райомах между стеклами пропитанную вату. Также раствором следует опрыскивать наружные стороны стены территорию около осиного гнезда. Запах эфирного масла для человека приятный, поэтому опрыскивать им можно все жилое помещение. Для ос весьма неприятен аромат лаванды, базилика, герани, мята и мелисы. Обратите внимание, основным недостатком такого метода борьбы с осами является то, что запах аммиака неприятен для людей. Если человек вдыхает концентрированные пары, у него начнет болеть и кружить голова, может немного подташнивать. Запах аммиака, нашатырного спирта, также эффективно отпугивает ос. У данного вещества довольно стойкий аромат, который насекомые чувствуют даже на расстоянии нескольких метров, что не позволяет им приблизиться к жилому помещению. Для того, чтобы приготовить раствор, необходимо один стакан. Ложку спирта развести в один литр воды. Если нужно избавиться от осиного роя, который пытается попасть в жилище, следует пропитать спиртом вату и оставить ее на подоконнике. На что летит оса, какие запахи привлекают? Интересно. В большинстве случаев, для того, чтобы избавиться от осиного улья, необходимо избавиться от ароматов, привлекающих данного насекомого. В жилом помещении в открытом доступе не должны находиться блюда, которыми могут питаться осы, а именно абрикосы, арбуз, дыня, яблоки и виноград. Что касается списка продуктов, что привлекают осы, являются традиционной приманкой для них. Тон выглядит так. Кметы варенья, сок и пиво, сахар, дрожжевая закваска, сироп, сок и квас. Сильный запах имеют забродившие и гниющие продукты. Именно по этой причине от них следует заблаговременно избавляться, чтобы их аромат не привлекал осиное семейство. Что касается белковой пищи, то и осы кормят своих личинок, поэтому кроме сладостей их очень часто привлекают мясные продукты. На заметку, если при помощи всех вышеперечисленных способов и средств не удалось отпугнуть ос, можно соорудить ловушку из подручных материалов. А именно из пластиковой бутылки. Горлышко бутылки нужно аккуратно срезать, после чего перевернуть внутрь, соорудив подобие лейки и зафиксировать при помощи скоб. Небольшое количество приманки следует обязательно положить внутрь ловушки. За один день в такой лейке может собираться до 20 особей, которые с легкостью туда залетают, а вот выбраться уже не могут. Но стоит помнить, что бороться с насекомыми нужно только в том случае, если они представляют опасность для здоровья человека. Перед тем, как приступить к уничтожению гнезда, нужно ознакомиться с тем, чего боятся осы и пчелы. Бороться с осами с помощью отпугивающих запахов – это далеко не единственный метод устранения насекомых. Также можно применять электронные макеты у лев, внутри которых встроен отпугиватель осы пчел, который будет пугать и препятствовать повторному появлению насекомых возле дома. Продолжение следует...